Недостатки в организации отдыха туристов есть. Ситуация не критическая, но и замечаний немало. Так, к примеру, на пляже Мацеста на воде не было спасательной шлюпки. Плавсредство находилось на берегу кромки воды. Хотя по правилам, которые действуют в Краснодарском крае с 2010 года, лодки вместе со спасателями должны постоянно курсировать вдоль берега моря. Не увидели проверяющие и спасателей на своих постах и на берегу. Взбираться на свои вышки они начинали лишь тогда, когда замечали лодку МЧС с проверяющими на борту. И такое положение дел с безопасностью было на всех пляжах. Вывод комиссии – люди, которые отвечают за безопасность на воде, свои обязанности выполняют не в полном объеме. Серьезные претензии были у проверяющих к организации работы Адлерского пляжа «Чайка». Не все зоны для купания выделены буйками. Люди плавали в запретной зоне. А спасательная шлюпка вообще лежала перевернутая на берегу в нескольких десятках метров от воды. «Отсутствуют спасатели, отсутствуют шлюпки на воде. Недостаточно инвентаря, насколько мы сегодня это наблюдали. Начиная от Хостинского района, заканчивая Адлерским. Хотелось бы уделить внимание, также отсутствуют зоны купания для детей на некоторых пляжах». «Говорить уже мы больше не будем. Мы сейчас требования выставим, установим срок один день. Если в этот срок требования выполнены не будет, значит, с пользователем пляжа будет расторгнут договор. Вот и все». Арендаторы пляжа Адлерского и Хостинского районов приглашены на встречу с главой города. Она состоится завтра. И не исключено, что после нее с некоторыми из них будут расторгнуты договоры.